ребятушки всем привет всем добрый день в общем эдик будет сейчас красить мангал прошел он тщательную обработку от ржавчины или покажи чем-то обрабатывал fix price купил самая преобразователь ржавчины ведь аж до бела то есть ржавчину вы его добила и тимур обезжирил и в общем эдик будет его сейчас красить будем заносить уже на место его ставить но пока пользоваться не будем пока мы не вызовем печника чтобы он нам вывел трубу так чтобы либо труба это будет либо зонт чтобы этот дым не скапливался все видите пошла покраска банка краски у нас 800 грамм но пока не знаем хватит ее или нет не хватит когда придется докупить ничего нормально да в конце концов по-любому хватит смотри тут главное вот эту часть до снаружи а допустим ножки можно обычно черной краской а внутри ты будешь красить вот это это обязательно да я думала такой запах приятный как я люблю запах краски секунду О, как новенький, вот как мы его привезли, вот такой. В общем, все, Эдик, закончил. Просто идеально получилось. Даже совочек вот этот покрасил. А краска осталась еще, Эдик? А? Ну, по мелочи. Ну, вот эти штучки можно будет еще раз обработать. В общем, матовая все, как вот, когда мы его купили, такая матовая она и была. В общем, на все, на все полностью хватило. Сохнет она быстро, моментально. Не хватило, знаешь, куда? Ну, как не хватило? Я вот не знаю. Надо низ теперь приподнять. И нижнюю часть. Либо оставить ее, да и все. Там огня нету. Эдик, вот это заклеил. Тут такая надпись. Дары Кавказа, да, написано? Да, да, этим скотчем. Да, скотчем заклеил. Эмблемку это. Температуру этот датчик. Ага. Ой, шикарно. Ну вот, как будто новенький. Но он и так новенький. Ну, попал... Такой презентабельный. Да, да. Этот. Ну, попал, видите. Купить купили. И потом после этого пошли эти наши стройки, навесы. И на него, конечно же, и дождь попадал. А у людей вот прям печи такие большие стоят, прям на улице. И вот они каждый год вот так вот краской, чтобы оно не ржавело. Ну, этот будет под навесом. Может быть, на следующий год даже и не придется его красить. Еще в этих маленьких баночках всяких продают вот такие вот золотинки сюда добавить. Ну, это, конечно, так. Можно этого и не делать, но можно и сделать. Красота. Так, девочки. Девочки, мальчики. В общем, первый раз в своей жизни делаю масло ДХИ. То есть топленое масло. Никогда. Мы всегда покупали. Плюс вот мы уже сколько лет пользуемся тем маслом, которое я вот вам высылала, которым торгую, потому что оно отменное. И тут у меня поступило такое предложение с одной женщиной. Большой объем масла сливочного. Она говорит, давай возьмем напополам, говорит, потому что я сама не оселю. А масло сливочное вот просто идеальное, шикарное. Но я, девчата, так как мы объем брали большой, коробку брали напополам. Половину я заморозила, чтобы его употреблять как сливочное масло, то есть мазать на хлеб. Сейчас вообще встретить хорошее либо сливочное, либо топленое масло, это большая удача. Но вот это именно масло, именно такое, какое оно должно быть. И в общем, первый раз в своей жизни я топлю масло. То есть никогда я этим не занималась. Мы всегда брали готовое. Я же говорю, вот сколько лет подряд сидим на том масле, которое отправляли вам. Я там отправляла, потому что оно шикарное, вот идеальное масло. Ну и вот это решила сделать сама и в общем поставила. Я не знаю, вот сколько у меня вместилось в кастрюлю. Половину я порезала на бруски и заморозила. И нам его надолго хватит. И сейчас дети еще поедут учиться, им с собой давать на бутерброды. И вот сколько у меня вместилось в кастрюлю. Кастрюля эта большая, пятилитровая. Ну, можно сказать, что она полная. В общем, как я посмотрела в ютубе по рецептам, что вот оно сейчас закипит. И мне надо его поставить на медленный огонь и снимать вот эту вот всю пенку. И варить его до прозрачности. Потому что вот оно сейчас разделилось на три части. Сверху пенка, внутри масло. И внизу тоже будет осадок. И вот надо, чтобы вот этот осадок не подгорел. То есть на медленном-медленном огне. Ну, в общем, буду пробовать. Вот. Главное, чтобы осадок не подгорел, чтобы не было неприятного запаха. И вот оно начинает у меня сейчас закипать. И я сейчас начну снимать вот эту вот пенку с него. Вот эти все пенки и осадки у нас как бы их продают. То есть не выкидывается это. Ну, я нет, но Эдик любитель вот таких вещей. И, скорее всего, все вот эти вот пенки это съезд Эдик. Девчата, не могу так мне непривычно разговаривать. И перед вами неудобно. Потому что вот я чувствую, что у меня шепелялось. Так, вот этим у меня не получится. Все закипает. Ну, дай бог, чтобы не испортить такой ценный продукт. Чтобы все получилось как надо. Все закипает. Я убавляю огонь. Прям на самый-самый минимум. И вот так вот оно будет. Судя по тому, что у меня большой объем. Здесь, наверное, литров 5. Часа полтора-два уйдет на это. Но, опять же, смотреть, чтобы не подгорел низ. Пойдет уже в конце приятный ореховый запах. Я очень много видео пересмотрела. Именно по... Личата лохматая, наверное, сзади, да? Потому что я только что сняла обзор. Перемерила кучу платьев. И поэтому я уже в таком потрепанном виде. Так, пеночка. И перемешивать нельзя. Вот только сверху пенку снимать. А перемешивать нельзя. Но, опять же, девчата, это я просто говорю, что я видела видео. Я же никогда этого не делала, поэтому я не могу утверждать. Делаю, как делают другие. Масло ГХИ. Оказывается, оно очень полезное. И можно сказать, что... Сейчас, я не знаю, там слушаю одного профессора. Говорит, что самое сейчас идеальное масло, не подсолнечное, вот это, что мы берем в бутылках. Не какое-то другое, а именно масло ГХИ и масло кокосовое. Я, кстати, покупала кокосовое масло на Валберис, но еще им не пользовалась. Вот как вам показала тогда в обзоре. И так оно у меня и стоит. Не пробовала на нем ни жарить, ни в косметических целях, еще не пробовала. Он просто это получила, и мы уехали в разъезды. То к маме я ездила, то мы на море потом поехали. И еще, кстати, тоже для меня было открытие. Я обычно топленое масло, куда мы используем. Эти пьет калмык чай. Туда добавляет. Также, когда я варю каши, тоже туда добавляю. Также, когда варю пюре, тоже добавляю. Но я не знала, что на нем можно жарить. Ну, как я верешницу жарила. Все. Оказывается, на нем можно жарить и картошку. Тоже для меня это было открытие. В общем, все. Пускай пока кипит. Пенка еще собирается. И еще сниму. Но перемешивать нельзя, чтобы вот это все дело не разболтать. А я, девчата, варю сейчас суп. Потому что для меня тоже теперь большое открытие, что я ничего не могу есть твердое. Никакого. Вот нарезала помидоры, огурцы. У меня был салат. А я не смогла его есть. Потому что у меня обточенные зубы. И эти зубы не поддаются, чтобы что-то твердое. И поэтому я варю суп. У меня одна картошка. У меня одна морковка. И то морковка вся не пойдет. Вот варю суп на 2 литра. Ну, картоха у меня такая прям большая, огромная. На один раз. Ну, я не знаю. Я буду суп. Кто еще будет? Не все у нас любят такой суп. А суп буду варить вот из такой вот горбуши. Горбуша у меня в натуральном соку. Так, куски горбуши. Вот такой будет у меня рыбный супчик. Потому что твердая пища. Мне с трудом, я вчера жарила котлеты. Мне с трудом поддались даже котлеты. Вот. Ну, пюрешечки. Такое, конечно, все заходит. Я еле, можно сказать, проглотила эту котлету. Я ее не прожевала. И придется сейчас картошку, когда я уже суп налю в тарелку, вилкой перетереть. Эту картошку в пюре. И достала свеклу. Очень давно она у меня лежит в холодильнике. И тоже сейчас вот суп сварю. Поставлю варить свеклу. Сделала салат со свеклы. Видела, когда на море ездили, по столовым же там ходили. И вот мне так прям понравился. В моем понимании был салат со свеклы. Это свекла, сметана, майонез, чеснок. А это был просто салат. Вареная свекла. Натерта на корейской терке. Добавлен чесночок, каучок и просто подсолнечное масло. И мне так понравился. Я тоже хочу теперь вот такой салат сегодня сделать. Так, в общем, продолжаю снимать пенку. Я вот эту вытяжку закрою, шумит. Кому не приду, девчата, когда вот бываем у кого-то, на кухне сидим, если... Я вот всегда, а ну включите свою вытяжку. А то мне вот кажется, что моя такая шумная. Оказывается, они у всех так работают. А мы же в ту кухню брали вот именно эту вытяжку. В общем, потихоньку-потихоньку пенку снимаю. Ее уже становится все меньше и меньше. Надо до тех пор, пока... Опять сейчас сделала, опять видео смотрела. До тех пор, пока вот пенку не соберешь всю. Я попробовала, кстати, пенку первый раз. Ну, конечно, такой вкусный, приятный, сливочный вкус. Мнения расходятся. Кто говорит, что можно ее есть, кто говорит, что нельзя. Но этих будет, это однозначно. Может быть, нельзя, потому что это вот как бы накид, осадок считается. Может быть, поэтому, может, для этого масло и топят, чтобы убрать с него все лишнее. Ну, а вкус вкусная. Пенка еще и есть, и есть, пока собирается, но уже меньше. Видите, какой цвет становится. Она доварит прям до прозрачности. И учует вот этот ореховый запах. Так, картошка у меня готова. Суп без зажарки, без ничего. То есть, такой легкий-легкий. Здесь у меня картошка с морковкой. Они уже сварились. Вот она, моя рыбка. Я люблю вот и кильку, люблю вообще всякие вот эти рыбы в банках. Что так могу есть, что салаты на салаты пускать, что супы варить. А Эдик вот рыбный суп не понимает. Мне даже с кильки нравится суп. Но килька тоже сейчас, видите, какую возьмешь. Бывает, возьмешь хорошая, бывает, возьмешь фигня какая-нибудь. Так, рыбку отправляю. Сейчас надо аккуратно, в масло ничего не брызнуть. Так. Ага, красота. Рыбка прям крупными кусочками. Так, взяли ножку сюда. Алина посмотрела, говорит, я буду с тобой такой суп. Камила, не знаю, будет, не будет. Эдик точно не будет. Поэтому и варю. Вот кастрюлька на 2 литра. Так, сюда же лаврушечку. Так, надо найти небольшую такую. Так, я, наверное, половинку лаврушки кинула, а то вперед вкус. Так, половина лаврушки. Ну и все, солю, перчок. Кстати, перчика тоже добавлю горошком чуть-чуть. Пару-тройку штук. Ну и все, пусть прокипит еще минутки 3. И вот такой вот супчик красивенький у меня готов. И еще свежая зелень прям в тарелку я люблю. Красота. Так, ну, в общем, вот что я имею, девчата, уже подходит к завершению. Уже масло пахнет вот таким вот олеховым вкусом. Вот это все, это я собрала пенку. В общем, ушло у меня где-то часа полтора. Еще я думаю, что протоплю его минут 10-15. Видите, какое оно уже становится прозрачное. Потом оставлю минут на 20. Пускай это все дело постоит, остынет. И потом я его процежу через ситечко и через марлю. Сейчас пока подготовлю, во что я буду его процеживать. Вот так потихоньку снимаю, снимаю, снимаю пенку. Видите, сколько получилось. И вот с каждым разом уже пенка становится темнее. Но дно, конечно же, я вот, я еще не выходила с кухни, то есть слежу за маслом. Дно не пригорает, не подгорает. Значит, пока все идет по плану. То есть то, что на дне, оно должно стать коричневым таким, но не подгоревшим, не пригоревшим. Вот сейчас пока топлю масло, смотрю всякие видео по этому поводу. Сейчас вот как увижу, что дно начало коричневеть. И все, я выключаю. Все, ребятушки. В общем, масло я процедила через сито и через марлю. Марлю не то, что в 4, я бог знает во сколько слоев я сложила, но, в общем, процедила очень хорошо. И пока вот это варила масло, ой, сколько я про него начиталась, всего, всевозможного, как он помогает здоровью, как он там, ну, конечно, все в разумных пределах. Конечно же, оно очень сильно калорийное. Ну, вот можно на нем и жарить, и в каше добавлять, и вообще куда угодно. Ну, в принципе, что мы и делали. Но пока читала, очень много для себя открыла нового. А теперь то, что вот Эдику, пенка у меня осталась, и то, что на дне кастрюли, это тоже сложу все в отдельный контейнер. Люди это все, оказывается, не выкидывают. Я читала тоже и комментарии. Ну, тоже по-всякому. Кто-то, я, говорит, пенку убираю, кто-то в тесто ее использует, кто-то с картошкой ест, кто-то по зажарку на этих остатках делает. Но Эдик ест, они с детства. Здесь, видите, на топленом масле все выросли. Тем более, это аул, где держат коров, там, да, вы сами знаете. Здесь, наверное, нет такого двора, у кого бы не было здесь топленого масла. Ну, и я решила сделать, потому что у меня масло было просто наишикарнейшего качества, отличного, отменного, настоящий, просто некуда. Ну, и я решила тоже и попробовать, и поэкспериментировать, чтобы у меня и такое было. Ну, и как бы и топленое тоже, чтобы было свое. Ну, в общем, ладно, ребятки, что, на этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую и люблю. До луны и обратно. Всем пока-пока.